Выяснилась неизлечимая болезнь Путина. Это бессмертие. Врачи разводят руками и сетуют на слишком хорошие условия жизни в России. Они нас пугают, что каждый житель России может заболеть этой страшной болезнью бессмертием. Правительство пытается сделать все, чтобы этого не произошло, и страшная болезнь не накинулась на россиян и наконец-то отступила. Врачи сетуют, что в особой группе риска находятся чиновники и депутаты. Почему, пока никто не знает, но с этим уже разбираются. Господа, всем привет! Вы на канале Свежак, и с вами, как всегда, чернокнижный и максимальный субъективный обзор новостей. В начале нашего новостного выпуска хочу поблагодарить за поддержку канала, подписку и ваши лайки. Понеслась. Ногая реформа в сфере здравоохранения. Простите, новая реформа в сфере медицины. Мне кажется, что для этой реформы отлично подойдет название «Добьем всех» или «Коммерция превыше всего». Ёбаный стыд! Уже почти 300 медиков попали под сокращение, а Мордору все мало. Они варят там своих орков и не задумываются, что на пепелище стабильность не построить. Цитирую какую-то непонятную хуйню с интернета по этому поводу. Страховщики должны получить возможность влиять на мотивацию медучреждений и обладать право маршрутизировать пациентов. Что, блядь, маршрутизировать пациентов? Это что за топ дна? Какая-то редкостная дичь, которую нужно еще постараться замутить. Кстати, вы в курсе, что у нас снова образуется дефицит бумаги и все потихоньку начинают вытирать жопы газетой? Что даже газета, мне кажется, подорожала во время первой волны, а теперь вот, блядь, маршрутизировать пациентов? Несмотря на то, что в целом российская система здравоохранения соответствует ключевым признаком страховой модели, целевое финансирование, право пациентов выбирать, где им лечиться и так далее. Сегодня страховые компании не могут в полной мере влиять на тарифную политику или перераспределять медпомощь между медицинскими организациями с учетом качества их работ, сообщил вице-президент Дмитрий Кузнецов. Нет, вы слышали эту хуйню? Отмотайте назад, еще раз вообще послушайте вот это дерьмо, и вы тогда поймете, о чем идет речь. А что они могут распределить? Бабушек на лестничных площадках и въебывать какие-то конские бабки на разработку приложения, которое следит за типа коронавирусными и нон-стоп закидывает их штрафами по ночам, потому что то тупо глючит. Помните же ситуацию, когда человек на балкон выходит, а приложение ему штраф выкатывает. Типа пересек границу своей квартирки. Стыдно должно быть им за такую хуйню. В думе уже начинают ссылаться на европейский опыт в плане страховых компаний, и ведут к тому, чтобы нахер убрать нагрузку с бюджета и отдать все в частные руки на независимых страховщиков. Не будут нам больше бесплатной манту делать, теперь только платная. Но снова-снова умные мысли посещают глупые головы. А зачем нам такое государство, если в последние годы оно снимает себя все основные роли, отдается в частные руки. Главное, когда речь идет о... когда мы тыкаем на Европу и говорим, вон у них дороги, заебись, и медицины тоже. Нам в ответ они загнивают, да и там одни педики живут. А когда речь идет о поднятии цены передачи, все в частные руки, так сразу поют другую песню. Посмотрите на Европу, на их опыт, удачную практику, а давайте как у них сделаем европейский опыт и европейские цены. А то, что наш тугрик уже стал дешевле полиэтиленового пакета, так это никого не волнует. Пандемия на дворе. Всем хуёво, говорят они. В этой глубокой заднице пиздеца, отчаяния и зла есть просветление. Чубайс попросился на пенсию. Наконец-то! Это доказывает, что кто-то имеет совесть и не хочет становиться в роли Святого Франциска и готов покинуть свой участок раньше положенного. Но посмотрим, если врачи не справятся с болезнью под названием бессмертие чиновников, то возможно мы обратно превратимся в крепостных. Когда-то это безусловно должно закончиться. Слова Путина в последнем интервью. Я хочу, чтобы к этой новости вы отнеслись максимально серьезно и разослали всем знакомым и близким, что будет после 20 ноября. Инфа стопроцентная. Значит, ехал маршрутки и два мужчины разговаривали, я так наушники вытащил, ну и подслушал их разговор. У одного тёщи работает в полиции, ей поступают сигналы, ну она услышала что-то там, что у неё сестра мужа работает в столице при штабе мэра в надзоре. Не в самой верхушке, но она айтишник, короче. Подслушал тоже разговор их и там тоже сообщили, что, мол, ребята, будьте готовы ко всему этому. Что сразу же, прям сразу же после 20 ноября, прям сразу же наступит 21 ноября. Остановите, остановите, видите, видите, видите надо. Остановите человеку плохо. Враги не унимаются. Сначала они подбросили пресс-секретарю Путина дом за 7 миллионов долларов, потом часы за полтора миллиона долларов, но на этом они не успокоились. Потом они подбросили Пескову гражданство Франции. Хорошо, что не Мухосранска, а то у России с этой страной в последнее время натянутые отношения. Но главное, я вас призываю, ну не верьте вы всяким глупым сплетням и максимум, у кого может быть гражданство загнивающего запада в семье Пескова, так это только у его усов. Ладно, про Пескова все понятно. Пресс-секретарь президента просто не может быть не патриотом своей страны. Чего воздух всякими сплетнями разбавлять? Тут есть подтвержденная и позитивная новость. Наконец Дмитрий Медведев получил по заслугам. А получил заслуженное. Получил за содеянные им дела медаль от Путина. Путин наградил Медведева за заслуги перед отечеством третьей степени. И он пока на пенсию не собирается, как Чубайс. Ну не просится просто. Сразу видно, крепкий боец, еще лет 150 по-любому продержится. Медведев, как отмечается, удостоен награды за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу. Пишите в комментариях, кто из вас тоже получил медаль за добросовестную работу у себя в офисе или может быть там на предприятии, на заводе. Кому медали давали? Пишите в комментариях. Ладно, что мы постоянно о политике, да о политике. Давайте о современных технологиях поговорим. Как развиваются семимильными шагами наши современные технологии. В Пермском крае, в деревне Тернобоево-Березовского района построили интернет-беседку. Находится она на единственном месте, где есть интернет. На холме. Все правильно. Ржавая слеза потекла по корпусу новой ракеты и где-то в темных уголках прогнившей Америки плачет тихушку Илон Маск. На сайте Роскосмоса открыли раздел с песнями Дмитрия Рогозина. К этой новости так и хочется добавить громкий заголовок по типу «В Кремле открыли тайную комнату, где Владимир Владимирович преподает местным кремлевским детишкам уроки зодчества». Но пока нет. Только песни Рогозина, вот он какой сентиментальный Роскосмос. Ну, как поется в песне Дмитрия Рогозина, даже не знаю, как теперь обращаться, то певца Дмитрия Рогозина, ну да ладно. Перейдем от теории к практике. А практика-то желает знать лучшего. Пока у Рогозина рвется там небо, на Святой Руси все спокойно. Корона начинает занимать людирующие места и обгонять обнищалую систему здравоохранения. И потихой выталкивает пациентов на лестничные пролеты и в коридоры. Места переполняются, а куда делись все те дополнительные госпиталя и отделения, специально предназначенные для коронавирусных больных, непонятно. Куда делись километровые ангары, непонятно. Главное, перчаток в прок закупили и масок тоже. А там трава не расти. Кому за 65 находиться на улице нельзя. Кому за 60 посещать больницу тоже нельзя. Бабка с возу, кобыле легче. В Беларуси слабовики, так силовиков прозвали в народе, короче слабовики начали задерживать бабушек. Краткий экскурс. Сначала они превышали свои полномочия, жестко задерживали мирный народ на мирных протестах. Потом начали задерживать женщин, детей на женских митингах. Во время этого было даже разбито стекло в одном из минских кафе. И то, разбито оно было начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. И вот оно теперь как. Они задержали Нину Богинскую, 73-летнюю активистку. Про нее Собчак в последних своих выпусках сняла репортаж. Но усатый фельдмаршал включил шутника и приказал своим слабовикам не трогать Нину, а то вся оппозиция без нее развалится. Смерти не миновать никому. Ни царям, ни пахарям. Был зеленый, стал синий, желто-зеленый. Был не полный шар. 300 миллионов долларов на ребрендинг логотипа Сбера. Буквально. Он теперь так и будет называться Сбер. После публикации в РБК данной новости, народное творчество высокотеллектуальных, твиттерян заиграла яркими красками. И посыпались вот такие предложения по дизайну. Греф сказал, что это теперь больше, чем банк. Это целая экосистема. И убрал банк из названия. В комментариях пишут, что от логотипа попахивает, попахивает Нафталином и Артемием Лебедевым. В народе уже ходят шутки. Вот так подойдешь, Сбер, за деньгами? А тебе скажут, какие деньги? Вам что здесь, банк что ли? Быстро они накопили после введения новых процентов за превышение лимита на перевод в 50 тысяч рублей. А хотя чего я опять? Сбер начал заниматься самым главным. Это все делается для поддержки нас во время экономических трудностей после карантина. Смена логотипа и ребрендинг как раз поможет справиться со всеми трудностями. Осталось только пенсии отменить, как в развитых странах. Ирак, Индия, Пакистан, Китай. И заживем еще лучше. А в интернете тем временем появилось видео с мастурбацией дзюбах. Да как, блядь, как можно такие новости вообще читать? Так, ладно, все, успокаиваемся. Ну короче, вы наверняка слышали нашумевшую херь. Сначала американский журналист забыл выключить камеру и дрочинишку спалили прям в зуме. А теперь дзюб решил сыграть рукой и поплатился карьерой. Или нет? Что-то мода на медийную дрочку набирает обороты. И кто-то будет следующим? Кто-то явно. Пишите свои варианты в комментариях, ведь теперь дрочеры будут еще скрытнее, чем раньше. Кто будет дрочером медийным? Пишите в комментариях.